Привет подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис. Мы сегодня решили открыть немного свитков. Написал человек, типа Толян, открой пару свитков. Я зашел, сейчас секундочку, я его тут уберу. В общем, я зашел открыть пару свитков, ну и вот вы сейчас увидите. Человек собирал 44 года просто свитки. В общем-то, это количество свитков. Говорит, за неделю нафармил на вулкане, блин. Просто сыпется один за одним, один за одним. Корм покачал, говорит. Ну и камней немного. А вот камни он задонатил, говорит. Признался честно. Все остальное, да, чисто фри-то-плей за неделю. Да, ну и фрит тоже. Вот как-то так. Хорошо, как тебя зовут, откуда ты? Рассказывай. Меня Данил зовут, я сам из Донецка. Сейчас учусь в Харькове. Сколько тебе годиков? 21. В декабре будет 22. Так ты уже почти старый, я понял. Как давно играешь в эту игру? Так год уже третий, наверное, не знаю. Можешь глянуть сам по статистике этой. Хорошо, посмотрим. Так, хорошо, давай ты мне скажи, с чего будем начинать, а дальше уже продолжим там звездить. Как обычно с мистиков? Ну, как обычно с мистиков, да. Потом стихийные, потом LD, потом эти, 4-5 звезд. Ну и потом уже эфритов на закуску. Хорошо, давай начинаем и все такое. Хорошо, давай я тебя буду закидывать нелепыми тупыми вопросами. Не знаю, может что-то из чатика еще по первой молнии. Во-первых, что хочешь получить сегодня? Это самые адекватные вопросы пока. Тешара. Так, что еще? Ну, вообще, дальше уже что-то ПВП-шное, наверное. Не знаю, у меня глупая мечта, я хочу чисто на водяные данжи. Именно вот эти 10 этажей, которые зал героев. Команду 5 тешаров и кто-то, кто их будет бафать на силу атаки. Ой, не 5 тешаров, а 4. Я тебя тут перебиваю нелепо. Ты видишь, да? Угу. Я же надеюсь, дубль, да? Ты извини, что я тебя так перебиваю, да? Невоспитанный Аракис. Просто гори в аду, я не знаю. Нет, дубль. Призыв начался неплохо, да? Ты мне в прошлом году взрывал свитки. Тоже зашел мой аккаунт. Я не говорил, что у меня сколько-то свитков. У меня тоже 400 с копейками было. И ты на следующий день за ночь запилил видосик, что у меня, ну, будешь взрывать свитки. На моем аккаунте там 400 свитков где-то было. Помнишь? Да, да. Ну, вот где-то год и прошел. А сколько ты эти свитки копил? Ну, меня летом взломали. Месяца 4 не играл. Потом еще месяца 2 потерял к аккаунту доступ. Ну, вот за полгода выходит. Полгода, да? Давай, ты свитки копил, я понял тебя. Так, хорошо. Но этот тебе нужен, да, первач был? Я же надеюсь, не дубль. Ну, нужен, да. У меня первачей вообще мало. Хорошо. Так, тебе выпала друида? Ну, когда ты реализуешь, наверное, пока она такая себе водяная, самая топовая. Так, что еще? Да ладно, блин. Еще и ветреная. Сейчас еще водяной не хватает. Попахивает рассетом, да, ребят? Я буду быстро открывать. Влево убрать? Хорошо. Давайте уберу влево веб-камеру. Я тебя уберу влево. Так. Попросили убрать тебя влево. Так, хорошо. Какой, по-твоему, самый бесполезный первач в этой игре? Кого ты не хочешь видеть в своем запаке? Не знаю. Как по мне, все, каждый и по-своему, но чем-то нужен. Из первородок уж так точно. Ну, вообще, кого ты не хочешь, ну, не то чтобы ты его считаешь кором, но вот тебе он не нужен вообще. Выпадет, ты будешь плакать. Ну, на самом деле, не задумывался. Хорошо. Твой самый первый первач. Ты мне на стриме вытянул лупса мафу. Псамафа? Фига себе. И это был твой первый первач? Нормально, так? Да. Это ты играл, считай, около двух лет, наверное, да? Фактически без первачей? Нет, ты потом еще вытянул мне лайку. Потом вот этого Сейжен. Короче, макака красная. Еще кто-то. А, панда... Война, панда голубая, водяная. Сильно много я тебе подоставал первачей, слушай. Ты прям доверяешь моей руке. Как только ты и восстаешь. Окей, хорошо. Так, смотри, смотри. Так, следующий тебе вопрос. Как ты считаешь, есть ли разница между свитками, типа мистиков и вот этих цветных? Ну, их все так называют. Типа по шансу дропа. Я лично для себя замечаю, они меня раздражают. У меня с мистиков, да, падают и первачи, и четверки. С цветных нихрена. Это только у меня? Это только мой косяк? Или ты тоже так считаешь? Что есть все-таки разница? Да, я считаю, что разницы нет особо. Тем более, я помню, у тебя Мария вытянула два чоу с цветного и, по-моему, с мистика или тоже с цветного. Может быть, и такой был. Да, да, вот просто пипец два чоу. Кстати, одет их сейчас, но реже стал юзать. Хорошо. Так, так, сейчас секундочку, подождите, молния за молнией прям. Одна за одной. О, шакранка ветреная. Зашибись. Так, хорошо, есть ли девушка, парень, дети? Не, еще никого. В смысле, даже... Так, ребята, ну вы поняли. В смысле, девушки, конечно, они активировались, естественно. А вдруг, смотри, вот такая ситуация. Такая ситуация. Ты на улице, ты идешь по улице, встречаешь девушку, и она говорит, слушай, давай я, вот, скажем так, за твой аккаунт тебе сделаю, ну, там, омлетушечку. И ты ей даришь свой аккаунт. Ты поповелся на это? Не. Не? Аккаунт дороже? Правильно, блядь. Настоящий мужик, девственниками все сдохнем, но нормально. Так, хорошо. Хорошо, я понял. Там спрашивали, где ты учишься? Потому что чувак тоже с Харькова или откуда? Я в ХАИ учусь. Вот там он учится, ребят. Я не знаю, где это, но именно там. Это Харьковский авиационный институт. Окей, хорошо. Так, сейчас секундочку молнии, прям что-то прет. Твой максимальный рейтинг на арене, обычный? Я на арене чисто в режиме фарма. Это не больше 3-го серебра. Хорошо, здания у тебя уже фуловые? Нет, у меня не фуловые. Все на силу атаки стихийные, силу атаки общую. Крит урон я сейчас скачаю. И скорость атаки тайной башни. И силу атаки тайной башни. Вот они у меня не фуловые. Все остальные уже замаксил. Ну и ГВЕшные я макшу сейчас. Там ни одно не фуловое. Как ты вышел на мой канал вообще? Откуда? Как? Как ты обоих узнал? Ну, начал когда играть. Нужно было, ну, остро не понимал игру. Нужно было хотя бы в чем-то разобраться. Я начал, ну, полез в интернет. Начал смотреть гайды всякие. Потом шел на твой канал, посмотрел. Ну, вроде понравилось, вроде адекватно все. А потом увидел, что ты еще и стримы ведешь. Ну, так как-то и начал. Окей. Хорошо. Вот твои первые эмоции, когда ты зашел на стрим. Вот твои впечатления даже. Вот ты впервые попал на стрим. О, ГЦ Юна. Это очень, ну, знаешь, как такой очень ламповый. Очень приятный. Приятный стрим? Да. Не, ну, блин, на нем реально очень приятно находиться. Я не одного стримера смотрел. И так сказать, что на твоем стриме я все время мог бы находиться, если бы вот у меня было время стримы все время смотреть. Как ты видишь будущее этой игры? Что бы ты хотел, чтобы добавили, убрали, изменили? Ну, я думаю, что было бы полезно в игру ввести способность, которая... Я как раз недавно об этом задумывался. О, молнии. Гецис Хамоном. Два просто подряд. Что, что Тотик говорил? Че, Тримол, Тахаре, эээ. Не сильно ли многое? Ты прости, нас перебивают молнии. Я не против. Я думал... Я уже забыл, что я хотел сказать. Они меня сбили. Сволочи. Это коварный молнии. В общем, как ты видишь развитие этой игры? На самом деле, игра, чтобы держалась прежним курсом, точнее, текущим курсом, и она будет, ну, не знаю, как по мне, самой лучшей игрой. Среди мобильных уж точно. Согласен. А как ты вообще вышел на эту игру? Кто тебя подсадил? Сам нашел? Мой одногруппник Денис. А, понятно. Он еще жив? Да, он жив, и, возможно, на стриме. Денис, привет. Дениска, он про тебя вначале такие гадости говорил. Ты уж прости, я просто за честность. Знаешь, вот, честно, будто он тебя вот ненавидит за что-то. Видимо, есть, знаешь, что-то пригорело. Да, Дениска. Я бы на твоем месте выяснил бы с ним отношения. Просто, знаешь, как бы, ничего серьезного. Зайди в сельхоз, купи скотча какого-то, пару пакетов, короче. Вот, и, наверное, возьми наручники. Хотя скотчем тоже вполне. Там замотаешь ему лицо, привяжи его к стулу, в общем, свяжи его. И нормально поговорите. Да, там возьми какие-то клеммы, аккумулятор какой-то зиловый и немножко к соскам ему. Если будет, по твоему мнению, говорить неправду. Да, и клей возьми. Да, в общем, натрешь ему перцем соски и прочее. Он тебе все расскажет. Знаешь, вот, честно, как по мне, это некрасиво было с его стороны. Ну ладно, выясните сами отношения, потом кинешь мне видосик. Так, хорошо, продолжаем. Продолжаем. Сидишь ли ты в славно известных чатиках русскоязычных в этой игре? Говори правду. Не, как по мне, приятнее 101-104. Там мне на англоязычные каналы, в каком-то смысле даже, если что-то непонятное, то лезу в переводчик и, ну, кое-как подтягиваю английский, так сказать. Тем более, там реально полезнее пишут, чем во всяких 444-х. Хорошо. Ну, допустим, допустим, допустим. Как ты считаешь, почему люди там вообще сидят? На этих чатиках? Ну, людям нечего делать, возможно. Ты согласен, что таким людям не хватает внимания какого-то? Да, их, скорее всего, в детстве обделили им. Это мы сейчас рекламируем, да, 444-х и прочее. Кто не понял, да? Это реклама. Конечно, на котором ты, по-моему, взрываешь свитку. Да, кстати. Раскусили, да. Хорошо. По твоему мнению, что могло бы исправить эти чатики? Кроме того, что половину детей нахрен в окно выкинуть. Ну, вот просто вот, что бы могло исправить именно эти чатики? Потому что, ну, это как бы самые известные чатики русскоязычные. Ну, всяких хейтеров, тех, кто просто эти чатики портит, найти и отпиздить. Прям жестко. Как в «Джей Молчаливый Боб», да? Евро-туром съездить к каждому. Типа, это ты писал, Аракис? Такой-то, такой-то, такой-то. Я там твою маму и все такое. Он, да-да, было дело. Ну, а что? Такой, пиздим. Все. И отмудохали, слушай. Прям как в этом фильме, было бы зачетно. Да. Хорошо, а если бы ввели... Они в Германии были, и чувачка поймали. И ему сказали, что выйдут, когда он скажет там какое-то заветное слово. А когда он его сказал, сказал неправильно. Там ввели чудо-аппарат. Да-да, я помню. Ганс и Грубер, да, Флюгенгехаймер. Да, все правильно. Да, Ганс, Грубер, внесите, Флюгенгехаймер. Да-да-да. Да-да, классический фильм. Смотри, а как насчет модераторов на этих каналах? Вот назначили бы каких-то там людей, которым не нужно за это платить. Просто какие-то известные личности, которые бы следили бы за этим каналом. Если играл в такую игру, как ДК, Бойцовский Клуб, там были паладины. Ну, я думаю, что если бы ввели модераторов на всякие такие каналы, то сообщения просто удалялись, а со временем это уменьшилось. Не сошло бы на нет, но уменьшилось вот этот ненужный базар, всякие наезды ненужные, ну, неинтересности. А если бы ввели, а если бы ввели именно, чтобы известные люди модерировали, то мне кажется, просто, ну, это более сильно отразилось бы, потому что людям было бы просто, ну, не знаю, когда есть кто-то более такой интересный, высший, типа, как вот, если бы ты модерировал канал, то тогда людям было бы, допустим, неинтересно, ну, не то, что неинтересно, они бы не хотели чисто по своей натуре писать такие гадости. Что ты там говорил по поводу модерации? Ну, что она, безусловно, уменьшила бы число срача, и, в принципе, помогла бы. А если бы модератором был какой-то известный человек, то тогда она помогла бы еще больше, потому что уже перед ним было бы просто стыдно материться, писать несуразности, ну, и так далее. Ну, я на секундочку, допустим, для себя представил, что мне дали модерку, и я могу на русскоязычных чатиках зайти. Ну, что для меня модерка? О, ГЦ, тебе есть еще одной девочкой, друг. Мне дали модерку. Вот я захожу на канал. Как я вижу модераторов на канале? Первое, блокировать человека я не имею права, у меня нет такой функции полностью забанить. Нет такой. Но я могу, допустим, кинуть на него там, типа, жалобу. Такая есть кнопка, а уже администрация игры проверяет это сама. Второе, что бы я хотел бы, если бы я был бы, допустим, модератором, чтобы я мог человеку просто кидать молчанку. На минуту, удалить его сообщение. Что-то типа, как на Твиче, там, на час, на два, там, максимум на день, если очень грубое нарушение. Вот, как-то так. Не блочить, а просто, как говорится, удалять сообщение, плюс закрывать на время рот. Ну, типа, ГЦ. Сейчас у тебя только, да? Ты уже увидел, да? О-о-о-о, спасибо. Второй. Второй? Да не единорог, а спустой первом ватч. А, второй, я думал, у тебя думальнее. Ну, ГЦ, короче. Это ресет аккаунта, ребят, уже второй. Да, за каждых сотню свитков, видите, первач. Следовательно, я, с одной стороны, и хотел бы такую модульку, с другой стороны, одного человека недостаточно будет. Это же мне надо там просто по этим каналам бегать туда-сюда постоянно. И, с другой стороны, просто будут создавать новые аккаунты. Ну, ладно, там все равно есть ограничения. Но будут создавать новые аккаунты, чтобы флудить с новых аккаунтов. Но, зато, с другой стороны, согласен, не было бы всяких там хейтеров и именно спамеров. Которые писали бы вот жесткие оскорбления. Там без мата ты можешь написать все, что угодно. Если я тебя там забаню, то, наверное, это будет некрасиво. А если ты жестко там кого-то материшь, не хватает модерации на каналах. Так, хорошо. Хорошо. Что у тебя еще такого интересного спросить? Я проклятый. Что-что? В чатике написали, что я проклятый. Проклятый. Да. То ли сбрасывает трубку, он проклятый. Это верно. Так. Да не, это не будут реализовывать. Естественно, кумтуасам это невыгодно. И нафиг им это нужно делать. Как бы зачем? Я понимаю, что можно было бы назначить по нескольку модеров. Они бы бесплатно занимались бы этим. Но зачем кумтуасам это делать? Сами они за этим не следят. Какую-то антимат-систему они более-менее сделали. Но опять же ее обходят через всякие пробелы, большие буквы и прочее-прочее. Да. Так. Тин-тин. Было бы отлично, если бы не было спамеров каких-то стримов. Да, кстати, если по раке себя там рекламил офигенно, вообще было бы зачетно. Ну, тоже гори в аду, я не знаю, что с тобой сделать. Спасибо. Ой, блин, просто ты меня бесишь уже. Это просто поддабывание. Капец просто. Это просто жесть. Спасибо тебе большое. Да, я себе его, кстати, на днифу призвал. Боже мой, из тех, кого я реально хотел. Я хочу себе Вуссу, Верада. Ой, не Верада. А, ну, в принципе, все тройку. Верада, Замира и Зайроса. Но Замир выпал. А, в принципе, мне больше ничего не надо. Замир это, чтобы Валькирии проходить. Ну, и в ГВ, и в Лабиринт. Блин, это ж чудо-моб. Да, согласен. Спасибо большое. Ну, сейчас мы тебе его скормим, так что что ты вот это вот. Что ты вот это спасибо, спасибо. Мы скормим его Владыке, а Владыку скормим Паняше. И Паняша уедет на... Ладно, в общем. На 444-й. Так. Умри, Педро. Хорошо. Такой тебе вопрос. По игре. Нравится тебе Лабиринт? Фармишь ли ты его? И как ты считаешь, не умрет ли этот контент как Лабиринт? Вот как он работает в данный момент очень быстро. Не потеряет ли он интерес? На самом деле, Лабиринт это довольно классная вещь. Не умрет точно, потому что это, как минимум, способ получения рун камней шлифповальных и магических. Я его фармлю все время. Все, что я не могу... Ну, я сейчас в основном фармлю на Нормале. Правда, Тартаруса на Изи фармлю. Ребята только подсказали недавно из гильдии, что Тартарус делается слабее, когда все эти... Кто-то слез и сумирает, поэтому думаю, Тартаруса, когда мы в этой лабе, которая сейчас идет, убьем всех его мини-боссов, то и Тартаруса возьмем, и я буду Норма убить. В общем, если что, сможешь там посмотреть. Хорошо. Какой бы тебе еще вопрос задать? Даже не знаю, какой тебе вопрос задать. Чатик, помогайте. Хорошо. Твой вопрос чатику сейчас прям. Твой спонтанный вопрос чатику. Чатику? Ага. На самом деле, чатику точно я сейчас ничего не могу задать. Я сейчас настолько реально все в голове перемешалась из-за первачей. Особенно одного из тех, кого я хотел. Хорошо. Как ты считаешь, почему меня смотрит много девушек? Первое, потому что я сексуальный или потому что да? Мне кажется, я первое, второе. Однозначно. Это да, это да. Хороший ответ. Сейчас бы поскармил. Так. Хорошо. Хорошо. А вот, смотри, у нас есть чатики LuckyFit, и она толстенькая. Что бы ты ей посоветовал? Ну, не знаю. Дело фигуры, это дело самого человека. Но она осознает это, она хочет похудеть. Но при этом, когда она хочет похудеть, она идет к холодильнику. Не качаться, открывая дверьку, да, а прокачивает свой желудок. Ну, мне кажется, поставить холодильник в пяти километрах. Причем не в сторону, а вверх, чтобы пока до него долезть, все калории ушли. Кстати, как вариант, в холодильник нужно купить себе трех-четырехэтажный дом и по лестнице подниматься на четвертый этаж каждый раз, когда ты хочешь что-то взять. Нормально. Так, что там у тебя упало? О, боже, пиратик. Хотя тебе и водяной уже упало. Да, у меня на водяного пирата вообще почти ничего не точно. И мне второго бы хотелось. Спрашиваю, ты на куреный? А вообще, чем больше, тем лучше. Не, не на куреный, я сам по себе такой неадекватный. Не, ребят, просто обдолбашка. И все, на. Просто он под наркотиками, как я рак из. Хорошо. Смотри. Твой ребенок начал играть в Суму Нарвар. Как ты к этому отнесешься? Ну, наверное, подсажу его для начала на твой канал. Подсадишь на мой канал? Звучит... Ладно. Ну, в смысле, он будет смотреть мои гайды, да? Так. Конечно. И стримы. Плохая идея. Ребенку 5 лет, а он смотрит, как тут дядька матюкается. Хороший папа будет, короче, я понял. Отличная идея. Просто заебись, если я тебя правильно понял. Лучшая. Сработает, как часики. Идеально. Так, хорошо. Допустим, ты находишь себе девушку. Ты будешь ее пытаться подсаживать на эту игру? Да, можно попытаться. Попытка не пытка. А если она откажется? Ты с ней разойдешься или просто выкинешь в окно? Буду другую искать. Правильно, я с тобой согласен. То есть для тебя важно, правильно, чтобы она играла в Суму Нарвар? Ну, либо как минимум начала качаться. Хорошо, я понял. А если она настолько увлечется игрой, что тебе придется кушать, готовить, убирать, стирать и прочее? Будешь ли это делать? Ну, как обычный каблук, знаешь, 21 веке. Блин, не, наверное, все-таки интернет буду блокировать по Маку на ее телефон. Время от времени. Приготовила покушать, разблокировала. Блин, буша, гол. Попонина закончилась, заблокировала. Не надо готовить. Так, тебе еще и тут бумеранг, чтобы... Вообще просто жесть какая-то. Это какой-то ужас. Да. О, Мария, даровочки. Можно я? Господи, иди открывай. Мы пиздец стоим с свитками, тебе честно говорю. Вот просто все. Это минус свитки. Так, хорошо, как ты относишься к тому, что не я теперь тебе открываю свитки? То, что больше первочей не будет. Это просто на 21 пальцем. 21 пальцем? Надеюсь на 2 чоу. 2 чоу хочет. 2 чоу? О, легко, вообще на изи. Как раз даже не обсуждается. Да-да-да. Толя пошляк, я пошляк? Да никогда, ты что? Не на полшишечки даже. Вообще ни разу. Кто там, кто там, кто там? КФГшка уже пятая или десятая, наверное, выпала. Это все ты испортил. Ага, я испортил, конечно. Да-да-да. Это все ты виноват. Надо холодильник блокировать. Я понял. Что здесь холодильник? Не, парень, ты заржался. 2 чоу ему. Итак, я думаю, призыв удался, да? Более-менее такой. Ну, стандартный призыв, обычный. А ты вытащи. Как я открываю. Да. Ребят, забаньте зерга... Самый обычный. Забаньте зерга в чатике надолго. Пожалуйста. Да, он слишком веселый в чатике. Забаньте его. Он слишком, да. Слишком помойный. Видимо, с 444-го приперся. Да, который мы рекламим. Так вот, хорошо. Следующий тебе вопрос. По игре. Да, главное, все под видео вылазят. Вот именно. Мусорок вылазит. Твой зам с 444-го. Так, тебе вопрос по игре, который я хотел задать. Это... Как ты считаешь, стоит ли повысить шанс на свитки? Что-то сделать новое в свитках? Какой-то добавить уникальную легендарку там или еще что-то? Как ты считаешь? На самом деле, в принципе, если повысить шанс выпадения со свитков каких-то 4-5 звездочных монстров, то они будут... Ну, блин, смысл игры в этом. Ты гриндишь, тупо собираешь эти свитки ради этого вот такого вот призыва. Ну, или нескольких призывов там по 50, по сотне свитков. И ты за сколько времени, ну, не выбиваешь все равно первачей. И вот каждому первачу радуешься вот безумно. Так это ж, ну, вся прелесть выпадений первачей пропадет, если они тебе начнут сыпаться, как мусор. Так что я, ну, не хочу, чтобы что-то меняли. Все правильно. Да, вот чтобы шанс на выпадение дублей, как минимум, первородок был меньше, тот в чатике Алекс пишет. Это было бы шикарно. Хорошо, а если убрать вот вообще, допустим, такой фактор, как якобы фейк пятерка, ну, это четверка на самом деле вейкнутая, на нее кто не знал там, кто смотрит это в записи, шанс намного меньше, чем получить нормального первача. Следовательно, в теории вы можете получить 10 первородок, но не получить ни одного, или одного там максимум фейка. Очень маленький шанс. Я считаю, как минимум, что нужно убрать просто, чтобы в чатике это отображалось, потому что как-то тебя начинают все троллить, типа ха, лох, и все такое. Как ты считаешь? Да, можно было бы убрать это вообще без проблем. Хотя, мне кажется, как раз по теме нормальных, адекватных людей, что они не будут писать ха, лох, а сочувствовать тебе искренне. Тоже верно. Мария всякую фигню тут решила призвать, да, Мария? Ну, мусор тоже нужен. Мусор тоже нужен, я понял. Мы уже одного слили сегодня. Спасибо, я только одному. Хочешь 440 всего рту, да? О боже, тебе шарик выпал. Так, хорошо. Дальше мы тебе какой вопрос зададим по этой игре? Любишь ли ты Аракиса? Да, любишь ли ты Аракиса, спрашивает Мария. Не, не любит, это мы уже выяснили. Обожаю. Блин. Обожаю просто вообще. Мария, у тебя конкуренция. Как ты относишься к тому, что Мария скоро уедет на неделю или на две, и я буду один дома, что придется там заказывать кучу проституток там и все такое? Слышь ты, я тебе сейчас закажу пару раз. Ну, ты бы как сделал, вот понимаешь, да? Ты на моем месте, посоветуй, пожалуйста. Так, что тут еще? Цветные, да, тебе свитки? Давай цветные. Это надо? Слушай внимательно. Так, да? Да, я свитки. Как бы ты поступил? Только если Мария уже закроет, то тогда, может быть, скажу. Она не слышит тебя, не волнуйся. Я в наушниках. Я потом пересмотрю стрим. За баню. Как там в каком-то фильме говорила? Сделать все, чтобы на следующий день было стыдно? По-другому неинтересно. Чтобы было стыдно. Подожди, мне самому или перед Марией? А в Куртайне ему, безусловно, никогда не будет стыдно. Да, перед ней мне не стыдно, чтобы я не утворил. Вот так. Хорошо, значит, на всю катушку, да, гулять? Третья рука, да. Я тут балуюсь. Понятно все с тобой. Так. Ой, вы ничего не видели. Твои пожелания стриму? Чтобы ты поменял, чтобы ты изменил? Стриму. Критика, может, какая-то? Не, критики точно никакой нет. Максимум это в сторону тех идиотов, которые реально фейк-аккаунты создают только для одного сообщения, после чего их смот в унитаз, но не об этом, а чатику пожелать просто реально удачи, везения, чтобы вам так выпадало побольше и того, чего хотите. А самому стриму, продвижение, удачи. Ну, что пожелать человеку, у кого все есть? Еще больше. Да у меня ничего нет, я вообще бомж. И моюсь в умывальнике. Так, секунду. Что дальше открывать? После цветных? После цветных... Давай черно-белые. Давай, цветные. ЛД-шки, открывай. ЛД. А это кто? Не легендарка, ПН это не пятница, если что, это понедельник, да? Это не я говорила. Ну, это так, для вашей женской логики, я просто поясню. Да, не бео. ПН это пятница, запомнили? Афроамериканская белая. Хорошо, хорошо, афро белые. Ясно, понятно. Новый видосик в рубрику призыв для подписчика, да? Да. Новый видосик. Ну, так совпало, просто написал, я предложил, давай в скайп. Он сказал, окей. Опа, молнии. Первачок. О, боже, мне он тоже, кстати, недавно упал. Единственное, молния за последние месяца три, и вот он не упал. Ах, он некрасивый. Некрасивый. И остальные мне утки, я так понял. Марья говорит, что он некрасивый. Он черный. Марья, ну, расизм свой. Он черный. Я просто конкурировала факт. После ЛД, что открывать? Вот эти четыре-пять, легендарные. Ага, следующие наверху. Так, после них что? Камни. Так, камни, хорошо. Так, тюлька. Ну, Марья, божечки, ну что ты? О, господи, старая ты уже. Что? Ты? Не. Так, о боже. Только Марья так может призвать, вот понимаешь? Вот. Ну, я же говорю, это просто... Так, шатан? Ты со мной подписался. Так, ифрита тебе, или камни? Камни. Камни. Давай, камни. Так, камни это получается еще около 70. С камней что хочешь? Тешара. А, тешарчика. А из четверок что тебе надо? На скиллы можешь что? Все надо для корма. Ага, понятненько. Ифрит тебе нужен любой, и я так понимаю, стабильно еще тессарион. Нет, мне бы два тессариона. Одного как бы в дд попробую, а второго в саппорта. Так что, если выпадет два, то тогда я не буду рад, не буду огорчен. Тео Марс и Акмамыр у меня есть. Сразу говорю, ты от одного из них откажешься, поэтому обоим скиллы точно не вздумай качать. И переводить на шесть звезд, ты просто разочаруешься в одном из них, а это скорее всего в саппорте в будущем. Рано или поздно ты захочешь с него сделать полу саппорта, полу дд, следовательно машину, которая будет и выносить все вперед ногами, но и при этом блокировать скиллы. Это так, ты к этому все равно перейдешь. У меня с самого начала, вот сразу я с него сделал дд. Могу сказать даже так, что я... Я надеюсь, он ему нужен был, это не дубль. Это не дубль. Это дубль. Это дубль, это дубль, это дубль. Понятно, я повышу реакцию вижу. Нет, это не дубль. Это не дубль, это то, что он ждал, он с этого начал вообще весь разговор. Мария молодец, Мария хорошая. Нет, Мария плохая. Мария шоколадку заработала. Мария шоколадку будешь должен. Все, по почте отправить тебе, Мария. Она бедная, с ума сошла. По почте. Мария, ему 4 штуки надо, тут пишет в чатике. Тебе 4 тэшара надо, да, на скиллы? Хорошо. Это тэшар? Да, 4. Тэшар его зовут, да. Сейчас она тебе еще 2 призовет. Это ж... Да, это можно. Это наизичи. Просто капец. 4 первача, нормальный такой призыв. А сколько было свитков? Сколько? 100 свитков. 506. Да, да. Да, да. Ага. Именно так, как ты сказала. Так. Какая шоколадка, Мария и так толстая. Я про тоже говорю, да. Суги. Сейчас освободи место. Спасибо тебе, Ланчик. Так. И диетическую возьму. Мало, мало, Ланчик говорит. Мало, надо килограмм, блин. Чтоб разжиреть уже по полной. Она тебя сожрет. Да, да, да. Суги, а? Это просто жесть. Так, когда мы рассчитываем на следующий призыв с тобой? На Новый год. Да не, я думаю, до Нового года не успеет собрать. Я не знаю, я их не планирую. Но как свитки накопятся, я только к тебе пойду. Есть повод 16 апреля следующего года. 8 марта. Какой 8 марта? Я думал, наобидится. И что, что у тебя... Прикиньте, как подфартило, да, 8 марта, день рождения? Просто кипец. Да тебе вообще офигенно, блин. Купил одну шоколадку и просто два праздника закрыл. Кипец. Ну, можно две купить шоколадки. Третий год подряд один подарок. Так и надо. Ой, кривые руки. Я ласкаю. Да-да, ласкаю. Милкая наслед... Да-да-да-да, Ланч. По почте нужно прислать. Там, кстати, тебе нужно будет на почту сходить, куча всего пришло. Уже пришло? Да, наверное. Наверное. Так. Ну-ка. И дальше тебе Ифрита, правильно? Еще один. Так, Ифрита, призывай. Сейчас дадут свиток. А какой нужен красный? Не важно, призывай. Так. Голубой. Сама ты такая. Ну, такой вот же голубой. Так, и еще одного дайте. Забираем свиток. Так, тебе нужно призвать огненного, правильно? Это сделаю я, а то Мария сейчас еще какую-то херню утворит. А где он, в призывалке или где? А, вот вызвать Ифрита. Или... Подожди, а где он? Может сообщил. По-моему, сообщение, да, наверное. А, вот он. И белого вызывай. Подожди, какого у тебя призывать? Красного. Красного, правильно? Красного. Можно, да. Можно, да. Но он в любом случае светлый будет. Его даже не... Да ладно. Угадала. Он светлый. Это все, да, у тебя по призывам? ЛД первач. Все, Кыш. Это все, да, у тебя? Да, по-моему, по призывам все. Так, на этом будем заканчивать. И громче тебе спасибо за такой огромнейший призыв. Гц, я тебе с первачами. Вот еще раз покажу для всех, сколько мы и чего призвали. Вот, показываю. Так, я думаю, будет более видно. Вот, что мы на призывали. Четверки там и прочее. Ну, тройки мы считать не будем. Естественно, вот. Кучу всего вот этого мы на призывали. Да, передавай приветы бабушке, маме, дедушке. Тете, Кате, дяде Коля. Всем привет огромный. Всем отдачи.